хорошее время подарил вам господь я приветствую всех вас братья и сестры мира и вы знаете мне тоже немножко хочется присоединиться к словам пастора вчера дети приехали и младшая приехала там куда-то бежала там уснула вот но когда проснулась была у них песня я уже не помню слов они пели в лагере что-то жестами показывали о христе и она уже все давай младшего тренировать она поет показывает он за ней поет показывать и вы знаете все это делает господь аллилуйя знаете может быть таким маленьким образом но вот это влияние божье благословение которое они получили она потихоньку начинает распространяться и наполнять и наполнить до краев аминь слава богу конечно же в жизни человека есть разные ситуации мне хотелось бы сегодня также поговорить об одной ситуации в жизни божьего человека когда он где-то сказал ну все безвыходная ситуация выхода нет что делать ну руки буду складывать но куда идти но мы понимаем что у бога безвыходных ситуаций нет аминь и вы знаете когда мы говорим а если мы в боге как писание говорит и жизнь ваша сокрыта со христом в боге и если мы в боге и у него нет безвыходной ситуации дорогой брат и сестра значит и у тебя в твоей жизни нет безвыходных ситуаций аминь потому что с нами бог и мы в нем и очень известная история которая записана в третьей книге царств и из 19 стиха я прочитаю несколько стихов потому что мы очень хорошо и знаем и написано и пересказала хафе и завели все что сделал или и то что он убил всех пророков мечом и послал и завели посланца кили сказать пустой то сделают мне боги и еще больше сделают если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того что сделал с душой каждого из них увидев это он встал и пошел чтобы спасти жизнь свою и пришел версавию которая в иудее и оставил отрока своего там а сам отошел в пустыню на день пути и придя сел под божевеловым кустом и просил смерти себе и сказал довольно уже господи возьми душу мою ибо я не лучше отцов моих и лег и заснул под божевеловым кустом до сего места аминь и вот мы видим ситуацию которая произошла еще буквально недавно на горе на высоте накормили сильная мощная божия победа но вот то что дальше происходит это хафия завели и та посылает и начинает что-то говорить и вы знаете когда приходят в жизнь божьего народа победы враг он не молчит он начинает запускать свои стрелы чтобы остановить божье действие и посмотрите что она говорит она горит завтра и я сделаю то же самое с тобой и это ложь потому что дьявол лжец она устанавливает сроки она определяет границы но истина в том что только бог определяет времена и границы всякой ситуации в жизни божьего человека аренуя и когда бог полагает свои границы и когда бог устанавливает свои сроки то не человек не враг не может ничего изменить и при пересечь эти границы дорогие братья и сестры для нас это великое благословение и для того чтобы это не были просто слова мы читаем священном писании очень хорошо об этом сказано в книге иова даже о том что происходит в природе с этого начнем и в 38 глава из 8 стиха написано кто затворил море воротами когда она исторглась вышла как бы из чрева когда я облака соделал один один одеждаю его им глупили нами его и утвердил ему мое определение и поставил запор в ворота и сказал доселе дойдешь и не перейдешь и здесь предел надменным волнам твоим аминь дорогие братья и сестры и бог поставил пределы бог дал границы все повинуется богу и мы понимаем что хотели бы где-то надменные волны этого мира греха захлестнуть церковь но бог поставил свою ограду бог поставил свою защиту бог дал времена сказал так и будет так и когда мы читаем начало этой книги в жизни иова то мы читаем такие слова я в первой главе и 10 стихом враг он признает он говорит не ты ли о боге говорит не ты ли кругом оградил его и дом его и все что у него дело руки вот и благословил и стада его распространяются по земле и он говорит ты оградил дорогие братья и сестры бог оградил жизнь каждого из нас скажите слава богу и дело когда говорит я завтра есть делаю еще что-то санальпи он врет он хочет чтобы ты поверила его лжи но божье слово говорит что твоя и моя защита и ограда это иисус он для тебя и меня крепкая безопасная башня в которой мы можем быть сокрытыми и во второй главе 6 стихом написали я не буду читать вы все знаете эти истории и сказал господь статане вот он в руке твой потому только души его сбереги она поставил определение знаете то что совершилось жизни и он неужели враг не хотел этого сделать он всегда хотел это сделать но ничего не может сделать да коли ему что-то не будет позволено и вот сможет дело только то что бог до той меры до который бог позволит ему пройти или где-то к чему-то прикоснуться дорогие братья и сестры истина в том что мы и все наше и сама наша жизнь она в руке всемогущего бога и писание говорит что из руки божьей никто и никогда тебя не похитит аллилуйя она сказала завтра а бог дал ему жить и еще далее и мы читаем священное писание он был восхищенным на небо и не увидел смерти иногда мы говорим наш бог он может и посмеяться у нее чувство юмора да и вот так вот ты сказал ну то что ты говоришь это то что бог сказал вот то совершится на эти прекрасные примеры которые часто приводим потому что были те которые стояли высоко кричали стучали придет время покажу последнего верующего их нет а церковь стоит когда где вы сегодня находитесь вы сегодня в доме молитвы а не слышали вы когда-то слова часто напоминают говорили не подпишу не построить из но дорогие братья и сестры до сего место и часа помог господь аллилуйя и мы сегодня здесь на этом месте и пределы божьего царства и то что он делает они распространяются я благодарю бога что вместе с вами мы можем быть зрячими чтобы видеть слышать и благодарить нашего господа аллилуйя потому что иисус однажды сказал греть я создам церковь мою и врата ада не одолеет ее аллилуйя они будут что-то стремиться делать но не смогут одолеть потому что глава наша господь иисус христос аллилуйя и мы читаем когда она говорила не только врал она пыталась и что-то у нее получилось страх вот то что еще использует враг твои дни грубо говоря сочтены все твоей жизни пришел конец и или где-то испугался убежал мы видим когда мы считаем о времени израиль войны галяв пришел и что написано было он выступал поносил и он страхом кричал выйдите посрамлю полки израильские и написано было что боялись и убегали то что было ведь страх когда он проникает сердце человека он одно дает направление запугать чтобы человек убежал враг хочет запугать чтобы человек божий оставил свои позиции во христе и иисусе и перестал делать дело божье но слово божье второй темофей 1 7 говорит ибо дал нам бог духа не боязни но силы и любви и целомудрия аллилуйя дорогие братья и сестры бог дал нам своего святого духа и тот кто в нас больше того кто в мире и если бог за нас то кто против нас и мы читаем священное писание это прекрасная и всем нам известна история которая несет вдохновение и благословение когда иисус понимал что ученикам нужен дух святой мы нуждаемся в нем когда не были без него убегали и прятались но вот эта история 4 глава книги деяний я выборочно только стихи 18 стихе то синедрио начальники священники и призвав их приказали вать не говорить и не учить о имени иисуса 21 стих они же пригрозив отпустили их не находя возможности наказать их по причине народа потому что все прославляли бога за происшедшие слова угрозы страх нагнетание но писание говорит прекрасный выход написано быв отпущены они пришли к своим они же выслушав единодушно возвысили голос богу и мы считаем эту прекрасную молитву господь не просто спрячь но дай нам смелости дерзновение и писание она говорит и по молитве их поколебалось место где не были собраны и исполнили все духа святого и говорили слово божие с дерзновением аллилуйя дорогой брат и сестра я не знаю ситуации жизни твоей ты моей но я хочу сказать как где-то на основании жизни или этих людей не ищи можжевелого куста в пустыне ищи бога собрание божьего народа проси мудрости проси смелости прости силы господня чтобы побеждать иди к своим ты не один и еще семь тысяч бог говорит его наша сила в единстве один прогоняет тысячу двое прогоняют тьму наша сила в согласии потому что если двое согласятся просить на земле то чего не попросят во имя иисуса христа будет дано им аллилуйя и мы молимся мы просим и благословляем и мы видим как бог распространяет пределы божьего царства и служение церкви и она умножается мы всякий раз воскресенье слышим свидетельство того что бог совершает молодом поколении не это не вызывает ли это радость и восторг всемогуществом бога который сказал и кто бы что ни говорил но совершиться определение господня аллилуйя да было в жизни или написано увидев это когда мы смотрим на ситуацию она начинает поглощать он поверил же поддался страху где-то нарисовал картину и где-то потерял всякую надежду если описать словами слуги елисея он говорит что ну увы господин мой ну что нам делать ученики говорят а мы надеялись было но 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 третий день но вы знаете луки 24 6 такие прекрасные слова просто два слова которые все разгоняют и воскрешают надежду он воскрес аллилуйя дорогие братья и сестры он воскрес он живой он победил от и смерть и сегодня он желает чтобы твой и мой взгляд был устремлен на него как на начальника и совершителя веры который все прошел победил и сегодня дал идти тебе и мне в той победе которую он одержал и совершил на голгофском кресте и который в каждом дне он дает одерживать своим людям и вы знаете хочется сказать даже тогда когда мы не видим его за обстоятельствами нашей жизни он видит нас в этих обстоятельствах взгляд божий прикован к его народу к его сыновьями дочерям на всяком месте и во всякое время и когда мы опускаем порой наши руки он протягивает к нам свои руки чтобы поднять чтобы помочь чтобы извлечь и петр посмотрел но иисус протянул руку тот час и вместе снова по воде вошли в лодку аллилуйя дорогие братья и сестры его пронзенные руки они говорят о его вечной любви которая никогда не прекратится и в той же истории мы читаем я уже просто выборочно 6 стих и взглянул филе и вот у изголовья его печеной лепешки кувшин воды он поел напился и опять заснул мне хочется сказать бог он хочет чтобы мы увидели что он продолжает заботиться о нас писание здесь такие слова 2 тимофея 2 13 есть и мы не верны он пребывает верен ибо себя отречься не может дорогие братья если он сказал азбуну где ты но то что ты здесь это божья забота то что я здесь это божья забота о нас потому что у него есть чем напитать нас дорогие братья и сестры бог хочет чтобы мы питались правильную пищею не словами и изовеля но словами господа иисуса христа потому что мы читаем второзаконие 8 3 не одним хлебом живет человек но всяким словом исходящим из уст господа живет человек аллилуйя жив господь и жива будет душа наша потому что слышание божьего слова сердце человека что рождается вера которая поднимает окрыляет вдохновляет и поднимает нас на божьи высоты и бог ведет нас к месту встречи свое присутствие бог и сегодня привез привел нас на это место где он ожидал нас прежде чем мы пришли но может быть знаете как в жизни или или был там физически телом но его внутреннее состояние она еще находилась там ситуации внутреннее волнение переживание он говорит я вот то что сделали и он был весь там что произошло но знаете дорогие братья и сестры и богу пришлось дважды спрашивать что ты здесь или и только когда пришло тихое вине ветра когда пришло умиротворение эмоции утихли бог смог сказать а или я смог услышать и мы читаем такие прекрасные слова священописание очень известная 4 глава филиппийцам 6 стиха не заботись переводил но он написано что не тревожьтесь не допускайте этому поглотить вас ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред богом и мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышление во христе иисусе аллилюя мысли пути божьи они больше пути господни они превосходнее наших путей и то что поможет не просто выйти из состояния или ситуация пройти гораздо дальше как в жизни или это слово от господа и служение богу это тот превосходнейший путь который бог хочет дать тебе и мне и я верю дорогие братья и сестры что и сегодня бог хочет чтобы вы оставили эти эмоции переживания тревоги волнения все отдали в руки божьи чтобы его божий мир наполнив наши сердца позволил нам услышать что бог приготовил к тебе и ко мне и это будет великое благословение которое обогатить и благословит нашу жизнь аминь давайте встанем для молитвы господь слава тебе аллилюя аминь